Так, ну что, всем доброго дня. Мы продолжаем наши гуляния по Испании. YouTube-канал за переднями. Меня зовут Денис. Город Аликанте. Королевство Испания. Сегодня был дождик. Мы тут немножко даже запереживали. Может быть это будет все как в континентальной, точнее в центральной Европе. Наверное, знаете, что затопило несколько стран. Ну там не полностью, но тем не менее. Германию затопило. Швейцарию отчасти. По-моему, даже север Италии немножко. Турцию. Еще ряд стран. Ну Сочи там понятно. У нас там топят каждые пять лет. Я так понимаю. А у нас был такой вот дождик. Часа два он шел. Вот как вы видите, в Испании, во всяком случае, пока, во всяком случае, я очень надеюсь, что потопа никакого не будет. Хотя есть районы Испании, которые тоже периодически подтапливают. Это, как правило, Орелла Коста, Торельеха. Не все районы, но тем не менее. Часть из них. В этом году еще, по-моему, не топило, но в прошлом году там прям машины плавали конкретно. Ну, я решил дать небольшой такой себе фитнес-нагрузочку. Пройтись по парку Тоссаль. Вот у нас вот такая атмосфера. Улицы. Видите, да, такие узенькие, крутые. Конечно, наверное, не для всех это подходит. Потому что все-таки вижу, что люди, когда идут с коляской с ребенком или пожилые бабушки, дедушки, они, конечно, делают определенные усилия. Но со временем, в принципе, к этому привыкаешь. Тем более, что темп здесь, в Испании, как известно, достаточно медлительный. Такое все на расслабоне. В целом. Поэтому нормально. Но, как особенность именно города Аликанте, то, что он в целом расположен на таких, что ли, горах. Не прям, чтобы гора в горах, но на возвышенностях, на холмах. Лично мне это вообще полезно, с моим лишним весом. Но, может быть, кому-то это, конечно, меньше нравится. И сегодня, кстати, хотел затронуть такую тему. Начать, что ли, ее освещать. Как я это вижу, во всяком случае. Почему Испания так популярна среди туристов. Именно туристов. Причем именно из Евросоюза, из Европы. И, собственно, почему Испания, если я не ошибаюсь, опять же, данные до пандемии, конечно, занимала второе место в мире по числу приезжающих на отдых туристов. Как вы думаете, кто на первом месте? На первом месте даже не страна, а город. Столица Франции, Париж. Туда приезжало больше каждый год. Ну, по понятным причинам. Тоже своеобразный бренд. Культурная такая столица. Исторические места и так далее. Но на втором месте, где-то Испания. Периодок цифр, то, что я читал, было значит, от 75 миллионов, по-моему, тире 80-90 в год. Это въездной туризм. До пандемии, естественно. В пандемии они считали, что меньше. Порядка 35, по-моему, миллионов они ожидают и так далее. То есть, ну, падение такое существенное, конечно. Вот такие красивые елочки у нас тут. Не знаю, как называется. Наверное, какая-то разновидность сосны. Если кто знает, напишите в комментариях. Очень интересные такие стволы. Тоже, кстати, после дождя все так немножко оживает. Расцветает, можно сказать. Зеленеет. Ну, так вот. И, собственно, почему... Причем эта мысль, я опять же, сейчас абсолютно личное мнение. И я бы разделил эту тему на две подтемы. Как бы, на два аспекта. Первый аспект, что мы будем говорить только про... Туризм такого европейского типа, европейского стиля. То есть, мы не будем брать отельный, туризм и так далее. Поскольку, конечно, отели в Турции, например, или в арабских странах некоторых, там в Египте, не знаю. Они, ну, как бы, дадут фору любому, наверное, испанскому отелю. И по цене, по качеству, по сервису, понятно. Но я хочу сказать именно, так сказать, за туризм европейский. Когда люди приезжают на машинах, или на лоукостерах, на поездах и так далее. И, собственно, вот, опять же, у меня эта мысль пришла совсем недавно. Я тоже об этом думал. Почему, например, возникли такие города, как Бенедорм, та же Барселона с огромным турпотоком, огромным просто. В принципе, та же, и Малага, ну, все побережье испанское. Почему так получилось? И я для себя такие причины, вот, выявил. Смотрите, например, в каких странах был я? Я был в Греции, ну, из стран европейских, которые находятся на Средиземном море. То есть, я был в Греции, я был на Кипре, на Крите, ну, Крит это Греция. Далее, Хорватия, Италия. Во Франции я не был, но очень много читал про Ниццу, про Лазурный берег. И отзывы очень много я, как бы, получал, потому что в свое время мы тоже планировали посетить эти места. Что еще идет у нас? Так, Италия сказал, Франция. Вот, дальше идет Испания. Болгария не подходит, потому что это не Средиземное море, как известно. Турция мы не берем, потому что это, как правило, отельный такой туризм в основном. И, опять же, это не Евросоюз, не Европа, строго говоря. Израиль, соответственно, тоже отпадает. Именно в данном критерии, в данном анализе, что ли. Португалия отпадает, потому что это океан, там нет моря. Вот, получается, у нас вот эти страны. Хорватия. Там не так много песчаных пляжей. Насколько я помню, их практически нет. То есть, в основном это галька. И дорого. Как по мне, там очень дорогая и кухня, и еда, и продукты. И в целом, она достаточно дорогая. Далее, например, Греция. Тоже не так много песка. В основном пляжи галечные такие. Ну, кому-то нравится, но тем не менее. То есть, в Испании есть и такие, и такие пляжи. Больше песчаных, но есть и галечные. В Греции, я помню, что песчаных пляжей. Опять же, поправьте меня. Но я не в всей там Греции был. Но, у меня, кстати, друг живет в Греции. Ну, знакомый. Настоящий грек, он учился тоже на Урфаке. Правда, он его не закончил. И через полтора года он вернулся в Грецию. Вот. У него мама гречанка, а папа русский. Они из Казахстана. В общем, как бы такой тоже этнический, скажем так, переселенец в Грецию. Так. Ну, так вот, Греция. В магазинах, скажем так, опять же, вот цены достаточно дорогие, как по мне. То есть, такого, что ты пришел там себе, взял там хамон, там апельсиновый сок. Это все там стоило дешево бы. Такого там как бы не было. Там все, конечно, есть плюсы, может быть, да. Там, например, кальмары есть и так далее. Так, у меня заканчивается время. Что ж, тогда мы продолжим в следующем видео. Спасибо. Спасибо.